Здравствуйте! Представляю вашему вниманию модель телефона Nokia X202. Это самая точная копия, которая существует на данный момент, на данный день. У данной копии большой, достаточно большой экран. Также она имеет спереди логотип Nokia настоящий, без каких-либо искажений. Также написано X202. На передней панели мы видим достаточно большие, крупные клавиши. Буквы, цифры очень хорошо видно. Подсветка достаточно яркая. Вот я сейчас выключаю свет. Вот смотрите, без света. То есть вы видите, подсветка очень яркая. Клавиши нажимаются достаточно легко, четко, мягко. То есть набирать SMS и MMS, номер телефона будет одно удовольствие. То есть очень приятно. Спереди у нас идет разговорный динамик, микрофон, две кнопочки зелененькие звонков, то есть SIM-карта 1, SIM-карта 2. Красная кнопочка сброса, вызова, кнопочка имен, то есть телефоны, книжечки. Достаточно яркий, очень красочный, как и в предыдущих наших телефонах. Очень четкий контрастный дисплей. У данного телефона, у данной модели Nokia идет уже новая прошивка, современная, очень современная. То есть она идет точная, абсолютно точная копия оригинала X202. То есть мы видим на экране, кроме вот, если бы не было вот этих двух ярлычков SIM-карт, то есть, ну, отличить ее от оригинала было бы невозможно. Также спереди у нас идет джойстик, на который вы можете установить быстрое меню доступа. Также идут у нас внизу ярлычки быстрого меню доступа, то есть к меню. Это электронная почта, камера, интернет, там какие-то покупочки. Аудиоплеер. Телефон очень громкий, сейчас я это продемонстрирую. Также кнопочка плеера, то есть вот так выглядит у нас MP3 плеер. MP3 плеер достаточно хороший. Достаточно крупные, яркие кнопочки. Подсветка у кнопок очень яркая. Вот вы видите, я выключил свет. Цифры, буквы очень хорошо видно. То есть писать SMS, MMS, набирать номер такими крупными и яркими кнопками одно удовольствие, скажем так. Также в данном телефоне имеется очень яркий фонарик. Сейчас я это продемонстрирую. Так, ага, вот она у нас кнопочка выключения фонарика. У нас светодиодный фонарик, очень-очень яркий. Сейчас выключу свет, вы можете видеть. То есть с помощью данного фонарика вы можете подсвечивать не только замочную скважину для попадания в нее ключами, но и полноценно можете светить на асфальт, и на асфальте все будет видно. То есть данный фонарик, данный телефон имеет полностью полноценный настоящий карманный фонарик. Разъем для наушников у нас 3.5 стандартный, разъем для зарядки Nokia, также зарядка у нас стандартная от Nokia, тоненькая, и разъем под наушники mini-USB, то есть которые можно найти везде. Все комплектующие, все запчасти на данный телефон подходят от оригинальных телефонов Nokia, как и на все наши предыдущие модели. То есть это идет не кустарный Китай, мы занимаемся только заводским Китаем, поэтому все комплектующие можно взаимозаменяемы. То есть если у вас перегнулось зарядное устройство, вышла из строя батарея, наушники, вы всегда можете купить это на рынках. То есть на данный телефон они есть, они все подходят от оригинальных телефонов. Вот так у нас выглядит набор номера. Не знаю, видно вам, нет. То есть клавиши нажимаются очень мягко. Также с боковой панели у нас есть быстрые клавиши, то есть клавиши для быстрого доступа к MP3-плееру, это клавиша Play, все запускается у нас MP3-плеер, просто сейчас у нас не стоит флешка. И клавиши перемотки. Вперед-назад, то есть на песню вперед и назад. Впереди у нас настоящий логотип Nokia без каких-либо искажений, то есть Nokia достаточно очень качественная, очень такая приятная копия. Внизу у нас идет разговорный динамик. Сзади спинка у данных моделей есть черная, вот такая бордовая и синяя. То есть в основном они идут с черной спинкой. Камера 2 Мп, причем камера достаточно, сейчас я продемонстрирую, снимает очень хорошо. На последних наших моделях мы вот получаем модели, у которых камера работает очень хорошо. То есть вот вы видите, ну, скажем, снимает она достаточно хорошо. Вот мы сделали снимок, то есть снимок отличный, просто отличный для данного телефона. И плюс ко всему здесь есть вспышка. Вот в отличие от предыдущих моделей здесь есть вспышка. Вот сейчас я попытаюсь сделать снимок. Все, у нас срабатывает вспышка. Вот мы сделали снимок нашего фотоаппарата. Вот смотрите, там и я чуть-чуть в кадр попал. Камера снимает достаточно хорошо. Для данной модели телефона, для ее стоимости, камера, ну, просто отличная. Практически как на оригинале, это реально так. Данный телефон поддерживает две сим-карты, которые одновременно находятся в сети. И также поддерживает флешку, флешки microSD до 8 гигабайт. 8 гигабайт включительно, то есть этого с головой хватает для данной модели телефона. Данный телефон идет из категории Express Music. То есть, как бы, ну, это, скажем, такой музыкальный телефон. Очень громкий динамик, он тут двойной, вот вы видите. Меню у нас стандартное, как у стандартного Nokia. Сейчас, секундочку. X202, то есть оно ничем не отличиво от оригинала. Меню достаточно прикольное. Очень ярлычки все очень красочные, яркие. То есть, ну, как бы, от оригинала она мало чем отличается. Вот данные копии, вот сейчас мы получаем новые копии. Также они заводские, как и предыдущие. Ну, все время они модернизируются. И данные вот новые копии, они идут уже с новой прошивкой. И немножко видоизменено и меню, и комплектующие. То есть, они намного качественнее. Вот сейчас я его, данный телефон попробую выключить. То есть, вы послушаете громкость. Громкость сумасшедшая. То есть, он настолько громкий, что вы без всякого вибра услышите любой звонок. Сейчас мы его выключим. Такое ощущение, что из ушей пойдет кровь. То есть, телефон очень громкий. Данный телефон выполнен из прочного, высокопрочного пластика. Пластик достаточно качественный. Покраска тоже очень качественная. Я даю гарантию, что очень долгое время, огромное количество времени, то есть, она не облезет. Эта краска не облазит. Это не то, что... Она практически такая же, как на оригинале. Вы видите огромнейший динамик Yamaha, который, соответственно, и есть у нас виновником торжества такого звука. Обычная батарея BL4C, BL5C. Сюда также подходит батарея вот такая стандартная от Nokia. Вот BL4C, BL5C. То есть, вот, смотрите. Все комплектующие от оригинальных телефонов подходят. Под крышечкой у нас находятся два слота под сим-карты, которые одновременно находятся в сети, и слот под флешку microSD. Вот так выглядит телефон изнутри. Давайте его включим сейчас с открытым динамиком, без решеточки. Услышите звук. Ну, в принципе, вот так выглядит наш телефон. Это был видео-обзор модели телефона Nokia X202. Достаточно стильный, прикольный, очень необычный, скажем, телефон. Сейчас мы послушаем, как работает у нас, допустим, сим-карта. Ну, что я могу сказать. Громкость просто жесть. Если слушать музыку, это будут ее слышать соседи. Если вы живете на пятом этаже, то с вами вместе вашу музыку могут послушать соседи и со второго этажа, и, я думаю, с восьмого. Ну, посмотрим, давайте, что есть в меню. То есть, ну, обычно я показал уже стандартный MP3-плеер. Выглядит он вот так. Обычный, стандартный, прикольный MP3-плеер. Камера, электронная почта. Тут у нас вот написать сообщение, входящее и исходящее. Это SMS. Что у нас есть в меню? В меню данного телефона есть календарь. Такой стандартный Nokia-ский календарь. Телефонная книга. Список вызовов, входящие, исходящие для двух симок, для симки 1 и для симки 2. Службы, это такие, как МТС-меню. Сообщения. Мультимедиа. То есть, это вот просмотр изображений, камера, аудиоплеер, видеоплеер, видеомагнитофон, устройство звукозаписи, FM-радио. Кстати, на данном телефоне, а ну-ка сейчас мы проверим. Нет, на данном телефоне вот есть еще FM-радио, просмотр изображений, камера, аудиоплеер, видеоплеер. То есть, этот телефон воспроизводит видео формата 3GP и некоторое MP4. То есть, на данном экране, экран достаточно большой. Так, с чем бы вам его сравнить? Вот, допустим, экран Samsung 3020 и вот данного телефона. То есть, вы видите, разница есть и по высоте, и по ширине. На данном, как бы, экране, ну, я думаю, удобно будет смотреть видео. Потом есть у нас управление, а, это файловый менеджер, типа Total Commander, то есть, ваших файлов, которые записаны. Аудиоплеер, мы его уже видели. Развлечения игры, здесь у нас есть поддерживать Java игры, игры, NLO какой-то есть, Sakaban. Ну, стандартные установки, установки телефона, настройки работы с двумя сим-картами, настройки сети, все остальное, профили пользователя, обычные общие собрания на улице. И органайзер. В органайзер у нас входит календарь, будильник, фонарь, задачи, Bluetooth и калькулятор. То есть, ну, вот такой вот замечательный телефон. По той цене, которую вы увидите на нашем сайте, это, скажем, бесплатный телефон. Цены у нас очень низкие. Это была модель телефона Nokia X202. И интернет-магазин MobileGold.com.ua или Мобильный мир увлечений. Спасибо за просмотр, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok